На прошедших занятиях мы разобрали с вами первую и вторую часть благословенной книги мы сказали, что эта книга на самом деле состоит из пяти частей. Мы продолжим изучение этой книги и далее в следующей, третьей части. А третья часть, если вы помните, она была посвящена такому вопросу. Вопросу, почему мы изучаем тавхид. И говорит шейх Рахмаллаху Та'алла. Субтитры сделал DimaTorzok Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что ханифия является религией Иврахима, которая состоит в поклонении одному Аллаху, искренне исповедуя перед Ним религию. Это Аллах повелел всем людям, и для этого Он создал их. Всевышний сказал, и создал Я джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне. Аз-За-Риат, 56 аят. Величайшим повелением Аллаха является тавхид. Это посвящение поклонения одному лишь Аллаху. Величайшим запретом Аллаха является ширк. Это поклонение кому-либо и обращение с мольбой к кому-либо наряду с Ним. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте к Нему ничего в сотоварищи. Анисса, 36. Итак, это третья часть книги. Три основы в соответствии с тем содержанием, которое было нами упомянуто на первом занятии. Мы сказали, что первая часть – это четыре вопроса. Вторая часть – это три вопроса. Третья часть – это почему мы изучаем тавхид. Четвертая часть – разъяснение самих трех основ. И пятая часть – это заключение. Итак, это третья часть. Почему мы изучаем единобожие? Почему мы изучаем тавхид? Мы говорили с вами раньше, что автор, он всегда обращает пристальное внимание учеников и читателей на этот вопрос. Всегда. Почему? Потому что существуют, существовали в его время, существуют сейчас те люди, их много, которые борются против призыва Аль-Асуна-Вальджама'а. Борются с тем, что Аль-Асуна-Вальджама'а призывают людей изучать тавхид и обучать людей тавхиду. Очень много групп, которые не считают изучение тавхида и обучение тавхида и призыв к тавхиду чем-то важным. Считают это так, небольшой формальностью, о которой надо сказать, и все. И не делают упор на этом. Хотя это и есть стержень и фундамент религии, без чего все поклонения человека становится, и все его деяния становятся бессмысленными. Очень много можно слышать. Группы, которые стержнем своего призыва делают политику и государство. Группы, которые стержнем своего призыва и главной основой, главным пунктом делают вопрос сражения и так далее. Группы, которые главным делают вопросы зикра, вопросы намаза, ибадатов. А когда говорят им про акиду, говорят про тавхид, они говорят, зачем это? Это не важно? Или это сейчас не нужно? Или это не главное? Или это разделяет людей? И так далее. Да, зикры, намазы, посты, и все. Хорошо. Очищение сердец, как они говорят. И все. Другие группы, которые говорят, надо призывать, надо призывать людей и ходят по городам и весям призывать. И при этом они не знают, к чему они призывают. Призывают без знания, не имея представления о тавхиде, не имея представления о сунне, что такое шерпи, что такое беда. Не предостерегая людей от многобожия и не завяяя к тавхиду. Но зато они говорят, главное, это призыв. Что призыв, к чему призыв, непонятно. Ахля суннаву аль-джамаа делает основой, первым делом, первым пунктом своего призыва, это обучение людей тавхиду. Изучение самим и обучение людей. Поэтому, когда этот вопрос, почему мы изучаем тавхид, автор затрагивает практически во всех своих книгах. И мы, иншаллаху аль-джамаа, когда будем проходить четыре правила, другую книгу автора, мы опять увидим там этот раздел. Почему мы изучаем тавхид. Когда, иншаллаху аль-джамаа, мы будем изучать с вами китабу тавхид, книгу единобожия шейха, этого автора, мы опять увидим там то, как шейх настаивает на необходимости, важности изучения тавхид, объяснять, почему мы должны изучать тавхид. Кешфу Шубухат, другая книга автора, то же самое. Мы должны, на первом уроке мы с вами говорили, изучать тавхид и обучать людей тавхиду. Почему? Потому что это право Аллаху Субханава Тааля над его рабами. Потому что мы созданы ради тавхида, ради поклонения Аллаху Субханава Тааля. Потому что деяния не принимаются без тавхида, религиозные деяния не принимаются без единобожия. Потому что человек не может войти в рай без тавхида. Потому что человек не может обрести совершенный покой, умиротворение без тавхида. То есть тавхид это гарант чего? Это залог обретения человеком умиротворения и стабильности, и спокойствия, и безопасности. Дальше. Тот, кто исповедует единобожие, того наставляет Аллах Субханава Тааля, наставляет на прямой путь. Дальше тавхид мы сказали, без него человек не может получить шафаа, то есть заступничество пророка Алии Сарату Ассарам, судный день. Далее мы говорили с вами, что тавхид это то, с чего начинали свой призыв. И то, что являлось главным пунктом в призыве вместе у всех пророков и посланников Аллаха Субханава Тааля. И я не из многобожников. Далее мы говорили с вами, что изучать тавхид. Сам тавхид, он важнее для человека, чем что? Важнее, чем еда, чем питье, чем какие-то мирские блага. Мы нуждаемся в нем больше, чем в еде, больше, чем в питье. И автор говорит, рахмаллаху Тааля, здесь знай да наставит тебя Аллах к подчинению ему, к покорности ему. Мы говорили с вами, что в этой книге автор сколько раз молится за читателя и за ученика три раза. Вот это вот третий раз. Третий раз, здесь какая мольба? Аршадакаллаху Ли Таати. И пусть Аллах наставит тебя к покорности ему, к подчинению ему. Знай, что знай, что ханифия является религией Ибрагима, которая состоит в поклонении одному лишь Аллаху и искренне исповедуй перед ним его религию. Вот что говорит автор. Итак, что он говорит, что нужно знать? Что такое ханифия? Говорит автор, ханифия это религия Ибрагима, Ибрагима, Авраама, алейсалам, которая состоит в чем? В поклонении одному Аллаху и искренне посвящая только ему религию. Так, третий пункт, почему мы изучаем Таухид и вопрос Аль-Ханифия. Это термин Аль-Ханифия. Что такое ханифия? Ханифия это религия, отклонившаяся от многобожия и построенная на чистом поклонении Аллаху, Ихляси и единобожии Таухиде. Вот что такое ханифия. Еще раз мы говорим это определение. Ханифия это религия, отклонившаяся от многобожия и построенная на чем? На чистом поклонении Аллаху, это называется Ихляс, и единобожии, это называется Таухид. Аллах говорит в Коране, Поистине Ибрахим был имамом, смиренным перед Аллахом, покорным Аллаху. Ханифия, и был он ханифом, и не был он из многобожников. Итак, это указание в Коране на то, что религия Ибрахима, это ханифия, что Ибрахим, алейхиссалям, он был ханиф, как и все пророки, также были ханифами. Что сказано в Аяте, поистине Ибрахим был умматан, умматан, здесь имам, предводителем, предводителем в религии. Канитан лиллах, покорным Аллаху, то есть смиренно перед Аллахом, смиренно поклоняющимся ему, старательно. Ханифа, он был ханифом, молям якумин аль-мушрекин, и не был из тех, кто совершает ширк, многобожие. Это слово ханиф. Что мы сказали с вами в определении ханифия, что это такое? Религия, я бы сказали, отклонившаяся, отклонившаяся от чего? От многобожия. Ханиф вообще означает отклонившийся. Отклонившийся. Ханиф, отклонившийся. Это языковое значение. Мы говорили с вами, что слова имеют два значения. Значения языковые, значальные, и какие шариатские значения. Мы говорили с вами ранее. Был такой табирин, табирин, то есть последователь. Последователь это кто? Те, которые видели сподвижников, и которые последовали за ними благим образом. Так вот, был такой последователь, его звали аль-ахнаф бну-кейс. Аль-ахнаф бну-кейс. Аль-ахнаф. Вы слышите корень тот же, что в слове ханиф. Мы сказали, один из табиринов и из мухадрамов. Кто такие мухадрамы? Мухадрам это человек, который принял ислам во времена пророка, алей-салату ассалам. Когда еще был жив пророк, алей-салату ассалам. Но не видел пророка, не встречался с пророком, саллаху алей-салям. Такие люди называются, термин для этого мухадрам. Так вот, аль-ахнаф бну-кейс, он был из мухадрамов, из вот этих вот людей. Которые приняли ислам при пророке ассалам, но не встречались с пророком, алей-салату ассалам. Этот человек носил прозвище аль-ахнаф. Аль-ахнаф это не имя его было, это было его прозвище. То есть так он был известен как аль-ахнаф. Почему? Почему это прозвище аль-ахнаф? Потому что, когда он ходил, то нога его, она все время отклонялась вовнутрь. Отклонялась вовнутрь. Поэтому его назвали аль-ахнаф. Это чтобы вы не забыли, что такое ханиф. Ханиф, то есть отклонившийся. Отклонившийся от чего? От многобожия. Тот, который отклонился от многобожия, отвернулся от многобожия и устремился к единобожию. Устремился к тавхиду. Это аль-ханиф. Если вспомнить аль-ахнаф ну кейса, то вспомните и значение. Почему? Потому что нога, мы сказали, все время отклонялась у него, когда он ходил вовнутрь. Говорят, что пророк аль-ахнаф ну кейса сделал дуа за этого человека. Помолился за этого человека. За аль-ахнаф ну кейса. И рассказывает свою мама Ахмада. Передается, что пришли два человека. Как так? Ахнаф ну кейсу и сообщили ему о том, что пророк аль-ахнаф ну кейса сделал за него дуа. Тогда он совершил суджуд. То есть полниц в качестве благодарности Аллах субханного та'аля. Этот человек, аль-ахнаф ну кейс, был известен, вообще стал притчей во языцах. Получил известность широчайшую благодаря чему? Благодаря одному из своих качеств. На самом деле, конечно, у него было много достоинств. Но одно из великих его достоинств это аль-хильм. Что такое аль-хильм? Аль-хильм это сдержанность. Когда человек способен удержать себя от невежественного поведения. Аль-хильм. Как сказал пророк алей-салат у салам одному из подвижников, в тебе есть два качества, которые любят Аллах. Это аль-хильма вал-ана аль-хильм. То есть вот эта сдержанность и отсутствие спешки. Итак, он, аль-ахнаф ну кейс, был известен. Его приводили в качестве примера вот этой вот сдержанности. И Умар Абдул-Хаттаб, ради Аллаху Талан, он говорил про него, про аль-ахнаф. Он говорил, что аль-ахнаф это сейеду аль-басра. Сейед, то есть предводитель в религии, естественно, людей Басры, жителей Басры. В имам Ахмаде в его книге Зугут приводятся такие слова от Хасана. Хасан передает от аль-ахнафа, что он говорил. Когда ему говорили, что он халиим, что он вот такой вот сдержанный, он говорил, я на самом деле не сдержанный. Я на самом деле не сдержанный. Но я стараюсь быть сдержанным. Атахалам. То есть это не такое моё качество, что я сдержанным. Но я стараюсь быть сдержанным. Такие хорошие, замечательные слова. Однажды один человек пришёл к нему, кал-ахнаф ну кейсу, сказал ему, сказал, каким образом ты вот так вот занял такое положение среди твоего народа, так возвысился ты, стал предводителем в своём народе, если ты вот такой вот ахнаф-ауар. Ахнаф, то есть вот такой хромой нога у тебя отклоняется вовнутрь. Ауар, если ты кривой вот так вот на глаз, как смог ты стать вот таким вот предводителем среди людей? И тогда он сказал замечательные слова, известные он сказал, из-за того, что я всегда оставлял то, что меня не касается. То есть то, что не приносит пользы. Хорошо? Мне не приносит пользы. Я всегда оставлял то, что меня не касается. Наподобие вещей, которые волнуют тебя обо мне. Хотя это тебя не касается. Такие замечательные слова сказал он в ответ этому человеку. Передавал хадисы от Али, от Ибн Масуда, от других сподвижников. Был известен своей немногословностью, был известен своей надежностью, своей честностью, добросовестностью. От него, в свою очередь, передавали хадисы Аль-Хасан Аль-Басри, известный Таби, передавал от него хадисы. Тарк Аль-Хабиб, другие ученые, передавали от него хадисы. Итак, ханифия, мы сказали с вами, что это значит, религия, отклонившаяся от многобожия и устремившаяся к чему? Построенная на чем? Построенная на Ихлясе, то есть чистом поклонении Аллаху и Тавхиде, единобожии. Говорит автор, это повелел Аллах всем людям. То есть ханифия, исповедовать ханифия, Аллах повелел всем людям и для этого создал их. И потом приводит довод, как всегда, это, мы сказали, обыкновение автора, приводить далиль. Привел довод из Курана, из суры Зарияту, Я создал джиннов и людей, только для того, чтобы они поклонялись мне. Итак, Аллах создал людей для определенной цели. Не бесцельно. И этой целью является одно. Этой целью является поклонение, ибада. Ибада. Под ибада, что подразумевается? Посмотрите, что сказано в Аясе. Я создал джиннов и людей, чтобы они поклонялись мне. Да? Кто-то скажет. Ну, многие многобожники поклоняются, создатели поклоняются Аллаху, но при этом кому-то еще поклоняются, найдут с Аллаху Субхану Аталию. И получается, они, собственно, свою миссию выполняют на земле. И свое предназначение сказано, чтобы они мне поклонялись. Хорошо? Чтобы они пока не поклоняются. Поклоняются? Да, поклоняются. Ну, правда, наряду с Аллаху Субхану Аталию, еще кому-то поклоняются. То есть они выполняют свою функцию? Нет. Очень важно. Ибада. Внимательно. В Куране, если есть слово. Ибада. Или ябудун. Хорошо? Если есть слово ибада, или глагол от слова ибада, поклоняться, поклоняйтесь. Хорошо? То, как говорит Ибн Аббас, это означает таухид. Хорошо? Под ибада в Куране подразумевается что? Что? Таухид. То есть единобожие поклонение только Аллах Субхану Аталию. Ибн Аббас сказал, всякое поклонение в Куране означает, таухид. Если это понять, то станет многое ясным. Почему это довод на таухид? Этот аят. Я создал джинов у людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Потому что поклонялись в Куране что? Что означает? Поклонялись Аллаху еще кому-то наряду с ним? Нет. В Куране всегда ибада. Как говорил Ибн Аббас, которого называли Тарджуманы Куран, знаток, толкование Курана. Всегда в Куране ибада означает поклонение только Аллаху. То есть таухид. Никакое поклонение. Не будет ибада. Не будет поклонением без двух условий. Первое условие это ихляс. То есть искренне ради Аллаха оно только должно совершаться. То есть с единобожием. Второе, так как научил пророк Алейса Атусарам. Без следования по пути пророка Асусарам невозможно поклонение. Поклонение не будет поклонением. Например, слова Аллаху шабхану на Тааля. Я айюанна сурбуду ураббаку. О, люди, поклоняйтесь вашему Господу. Что означают эти слова? Мы сказали с вами. Всякое слово, если есть ибада, означает что таухид. Это слово значит означает. О, люди, исповедуйте таухид. Исповедуйте единобожие в отношении вашего Господа. Вахиду раббаку. Исповедуйте единобожие. И здесь тоже. Ума халактур джиннаваль инса илля ли я буду. Я слово джиннавалюди, только чтобы они поклонялись. То есть, чтобы они исповедовали таухид. Поклоняясь только мне. То есть, поклоняясь только Аллах, посвящая ему одному поклонение. Если, например, человек возьмет телефон, вот этот вот дорогой какой-нибудь, или даже недорогой, возьмет телефон и начнет им рыть землю. Копать землю. Что скажем про такого человека? Скажем, сумасшедший. Скажем, сумасшедший. Почему? Потому что этот человек не знает, что телефон сделан не для того, чтобы им копали землю. Не для копания земли, а для связи, для звонков. Так вот, Аллах, субханава та'аля, создал нас, привел нас в этот мир, дал нам временное существование, бытие в этом мире для конкретной цели. Для конкретной цели, для поклонения ему. Человек взял телефон и копает землю, мы уже говорим, что? Говорим сумасшедший. Хотя, ну, не такое, что это значительное преступление. Копать землю. Мы говорим сумасшедший. Аллах, субханава та'аля, тебя создал, привел в этот мир. Неужели просто так? Или есть какое-то предназначение у тебя, у твоего тела, у твоих органов? Есть предназначение для поклонения Аллах, субханава та'аля. И если человек занят в этом мире какой-то другой целью, не служением Аллах, субханава та'аля, получается, он использует это тело, которое дал Аллах, эту жизнь, которую дал Аллах, не по назначению. Подобно вот этому человеку, который взял телефон и стал копать землю этим телефоном. То есть ты обязан знать, что ты находишься в этом мире, причина нахождения, пребывания твоего в этом мире, твоего появления в этом мире, это поклонение, служение Аллах, субханава та'аля. Поклоняйся Аллаху, субханава та'аля, искренне, в соответствии с сунной, у тебя будет все в порядке. Все придет в норму. Потому что Аллах, субханава та'аля, сказал А кто отвернется от поминания моего, то есть не будет поклоняться Аллах, субханава та'аля, поминать его премного, то у него будет тесная жизнь, тяжкая жизнь. В день воскресенья мы воскресим его слепым. Мы воскресим его слепым. Тогда этот человек скажет, о Господь мой, почему ты оживил, воскресил меня слепым, если я был зрячим в том мире? Я был зрячим. Вот так приходили к тебе знамения наши, а ты забыл их, и поэтому сегодня также будешь предан забвению. Итак, поклоняйся Аллаху, субханава та'аля, на основе Единобожией и Сунны, и тогда у тебя все будет в порядке. Ты будешь счастлив, и в этом мире, и будешь счастлив в вечном мире, вахера, иначе обретешь тесную жизнь и здесь, и там. Месяц Рамадан, человек постится днем, ночью молится, совершает намазы, совершает в этот месяц много деяний. Удивительно, что совершаешь в этот месяц гораздо больше, чем совершаешь обычно. Делаешь гораздо больше, чем в другие дни. Но при этом что? Чувствуешь себя радостным, чувствуешь себя счастливым, чувствуешь себя окрыленным, чувствуешь умиротворение, неизъяснимую радость в этот месяц. Хотя делаешь много, постишься целый день, еще дни такие длинные, жаркие бывают. Потом молишься по ночам. Но ты счастлив, но ты счастлив. Почему? Почему счастлив? Да потому что ты используешь эту жизнь, используешь в это время это свое тело для цели, ради которой ты существуешь. Поэтому ты счастлив. Потому что ты подчинил себя, свое тело для того, для чего ты создан. Для поклонения Аллаху Субханава Тааля. Невозможно, невозможно, чтобы это тело чувствовало настоящий покой, настоящее умиротворение, настоящую радость. Иначе как при поклонении Аллаху Субханава Тааля. Поэтому, если вы помните, пророк Алейсалату Ассалам, что говорил Белялю? То есть, дай нам отдохновение у Беляль посредством намаза. Белялю, он мой день пророк Алейсалату Ассалам призывал к намазу, потом произносил икаму. Пророк Алейсалату Ассалам ждал намаза. Почему? Потому что только в служении Аллаху Субханава Тааля чувствует человек настоящее подлинное отдохновение. Дай нам отдохновение посредством него, то есть, намаза о Беляль. Пророк Алейсалату Ассалам говорил, У слады очей моих сделан намаз. То есть, мое наслаждение, у слады очей моих, это молитва, поклонение Аллаху Субханава Тааля. Таким образом, Аль-Ибада, поклонение, это цель создания джинов и людей. Если человек занимается не этим, такой человек будет несчастен. Чем меньше занимается поклонением, тем более несчастен. Чем больше занимается служением Аллаха Субханава Тааля, тем больше у него умиротворения, спокойствия, счастья. Он испытывает отдохновение. И рай уже здесь, рай уже здесь, на земле, в его сердце. Аль-Ибада, известные слова такие его, про этих вот несчастных. Он сказал, Они убежали от рабства, ради которого созданный, то есть рабского служения Аллаха Субханава Тааля. Убежали от рабства, ради которого созданы, и попали в рабство к нафсу и шайтану. Попали в рабство к нафсу и шайтану. То есть человек создан для того, чтобы быть рабом Аллаху, чтобы служить Аллаху Субханава Тааля. Если будет убегать от этого рабского служения Аллаха Субханава Тааля, то обязательно попадет в другое рабство. То есть, так или иначе, ты будешь рабом. Ты будешь чему-то или кому-то служить. Это обязательно так. Только вопрос, кому? Всемогущему Создателю, который наделил тебя всем, что у тебя есть, и дает тебе существование, который заслуживает это поклонение, который даст тебе за это поклонение великое счастье, нескончаемое, или рабство нафсу и шайтану, которое заведет тебя в ад, в мучения и в страдания, и в эту тесную жизнь, о которой сказано в аяте. Итак, отдохновение, умиротворение, счастье получишь только через поклонение. Еще поклонение. Если будешь поклоняться Аллаху, если будешь выполнять миссию эту свою на этой земле, Аллах Субханава Тааля пропитает тебя, даст тебе риск. То есть причина открытия дверь риска. Двери пропитания, риска, благосостояния, достатка открываются из-за подлинного поклонения Аллаху Субханава Тааля. А кто боится Аллаха, то есть соблюдает его приказы и запреты, тому Аллах дает выход. Выход из всех сложностей. И дает ему пропитание, достаток оттуда, откуда он не ожидает. Посмотрите аят, который привел в шейх в качестве доказательства того, что предназначение наше это служение Аллаху Субханава Тааля, поклонение ему. Какой аят? Этот аят, конечно, наизусть. Создал я дзинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, будучи единобожниками. Этот аят. А что дальше сказано? После этого аят, а кто знает Суразарият? Я не хочу от них ризка, то есть какого-то надела. Аллаху не нужно в твое поклонение. Он ничего не получает от этого. Не хочу никакого удела, никакого ризка. И я не хочу, чтобы они меня кормили. Инна Аллаху вар-разза кузульку ватильнатинь. Поистине Аллах, Он наделяющий от разза, обладатель силы, мощный. Почему Аллах упоминает здесь ризк, пропитание, достаток, что Он наделяет? После чего упоминает? После приказа поклоняться Ему. То есть, если будешь поклоняться, Аллаху подлинно, это причина того, что откроются двери, достатка, ризка, в дело от Аллаху. Да услышат это те люди, которые говорят, ну как я буду поклоняться, как я буду совершать намаз, как я буду делать то, это, если мне надо работать, если мне надо зарабатывать, нужен ризк, пропитание, и так далее. Аллаху, после того, как говорит тебе, поклоняйся, говорит, что Он, Он раззак, Он, который дает тебе пропитание, субханава та'аля. Дальше автор, рахмала та'аля, говорит, что величайшим повелением Аллаха является тавухид, это посвящение, поклонение одному лишь Аллаху, ифрагу Аллахи беля аибада. Итак, здесь автор упоминает, что является самым великим и главным приказом от Аллаха, субханава та'аля. Аллах приказал на много вещей, так вот, самым великим и самым важным, главным из приказного является что? Тавхид. Потому что Аллах, субханава та'аля, принимает все религиозные деяния только при наличии тавхида, потому что к этому призывали все пророки, все посланники Аллаха. Итак, самое главное из приказного это тавхид. И потом автор дает здесь определение тавхида. Что говорит автор, что такое тавхид? Ифраду Аллахи беля аибада. Посвящение, поклонение, одному лишь Аллаху. Он дал такое определение тавхида. Кто-то скажет, но мы же давали другое определение тавхида. Какое мы давали определение тавхида? Тавхид, это что? Признание, единственность Аллаха в том, что присуще только ему из господства руббия, божественности, аллюлюгия и имен и атрибутов. А здесь сказано, тавхид это ифраду Аллахи беля аибада, посвящение, поклонение только одному Аллаху. На самом деле нет противоречия между этим определением, которое дал автор и тем определением, которым изучали на прошлом занятии. Нет противоречия. Но автор здесь сделал упор на какую часть тавхида. На вторую часть на улюгия, на тавхид божественности, достопоклоняемости. Почему? Почему? Потому что это был призыв всех пророков. Потому что мало кто из людей не согласен с тавхидом руббия, с тавхидом господства, что Аллах создатель, Господь. Спросим многих, кто совершает чек сегодня, подойди и спроси, что ты скажешь, если создатель едином скажет, да, есть единный создатель, наделяющий, питающий, управляющий, скажет, скажет. Муж реки, многобожники, к которым пришел пророков, они говорили, Аллах, он создатель, он наделитель, он управитель, он единственный, который распоряжается всем мирозданием. Они признавали этого хидороба убия, но признавая это, что делали? Что делали? Направляли часть своего поклонения, свои мольбы, свое служение не Аллах, субханаму тааля. Поэтому тут вопрос, из-за которого, собственно, была тяжба между пророками и их общинами, это был какой вопрос? Вот этот, вопрос улюгия, тавхидору улюгия. И сегодня, даже, если ты занимаешься только вопросом призыва тавхидору убия, да, это очень важный вопрос, без этого никак нельзя. тавхидору убия, но если ты говоришь только про тавхидору убия и не затрагиваешь твою тавхидору улюгия, не порицаешь поклонения мертвым, святым могилам, то тебе никто, никто на тебя не обижается. Ну, как только ты затронешь вопрос, что нельзя поклоняться мертвым, святым и так далее, нельзя брать посредников между тобой и создателем, нельзя просить заступничество каких-то посредников, угодников и так далее, вот тут вот ты становишься врагом. Поэтому между пророками и их общинами собственно говоря, тяжба была из-за этого. Как и сегодня, это тот самый вопрос, из-за которого не любят Аглесуна Воджамаа, не любят последователей правильных предшественников из-за этого в основном, из-за того, что они не любят нововведения в религии. Поэтому получают они свои прозвища, что разные, упоминать даже их не стоит, известно, какие это прозвища, но Аллах Субханава Тааля награждает за терпение. Итак, тавхид это что, говорит автор? Ифрадулла ибиль Айбада, то есть признание единственности Аллаха в чем? В поклонении. Тавхиду и львия это да, но это стержень. Это очень важный стержень, это важный вопрос. Дальше автор говорит, величайшим запретом Аллаха является многобожие. Ширк. Это обращение с мольбами, поклонение кому-то наряду с Аллахом, говорит сейх. Так здесь дано определение чего? Многобожие. Что такое многобожие, говорит шейх, рахмалу ибли, это взывать и поклоняться кому-то вместе с Аллахом, наряду с Аллахом, это ширк. Ширк, у него тоже есть более широкое определение, как у Тавхида. Ширк, он бывает и в рубубия, в господстве, если кто-то говорит, что есть еще кто-то во вселенной, кто управляет частью вселенной, это тоже ширк, но это ширк в чем? Многобожие в чем? В господстве, да, в господстве, в рубубия, то есть нарушение первого вида Тавхида. Если человек уподобляет Аллаха творением, говорит, у Аллаха есть сын, у Аллаха есть ребенок, у Аллаха есть дочери, уподобляет Аллаха творением, это тоже что? Ширк в чем? В именах и атрибутах, да, в именах и атрибутах. Или кто-то говорит, что атрибуты Аллаха такие же, как творения, подобные. Это ширк, но в чем? В именах и атрибутах. А есть ширк в Улюхия. Так вот, как Тавхид, Улюхия, это тот стержень, из-за которого происходили что? Тяжба между пророками и хапчинами, так и вопрос предостережения от ширка, какого именно? В чем? В поклонении, то есть Улюхия. Понятно? Ширк в чем? Улюхия. Божественность. Так, ширк говорит автор, это самый главный, самый страшный запрет. Запретов много, но это самый главный. Запрет ширка, многобожий, он важнее, он главнее, он строже, чем запрет на прелюбодеяние или на воровство, или на убийство и так далее. Потому что Аллах, субхану ата'аля, говорит, поистине Аллах не прощает, когда ему предают сотоварищи, то есть совершает ширк, поклоняются кому-то наряду с ним. И прощает то, что меньше этого, кому поживает. Когда мы будем изучать, иншаллаху ата'аля, китабы-турхид, книгу Едина Божия, мы с вами поговорим о том, что ширк бывает двух видов, ширк аль-акбар, ширк аль-асвар, большой ширк, и малой ширками. Упомянем разницу между этими двумя видами многобожия. В общем, да, ширк делится на два вида. Ширк аль-акбар и ширк аль-асвар. Запоминаем это сразу. Все, кто не знает, на два вида. Ширк аль-акбар и ширк аль-асвар. Если человек совершит большой ширк, великий ширк, а ширк аль-акбар, и умрет, не успев покаяться в нем. То есть ты сделаешь одно деяние только, одно деяние. И дай Аллах, зарежешь с любовью и возвеличиванием животное для кого-то из творений, для джинна или для святого. И даже муху зарежешь, принесешь в жертву с любовью и возвеличиванием, как поклонение. Муху просто. Кому-то, кроме Аллах, если ты не покаешься, не раскаешься в этом, искренне, до того момента, когда заканчивается время покаяния, тут аль-я-жубеля, такой человек войдет в ад. Такой человек войдет в ад навеки, навсегда, никогда не выйдет оттуда. Ни миллионы, ни миллиарды лет, никогда. То есть, это вечная кара, вечная мука, халида мухаляда, халида мухаляда, навеки вечные, да упасет Аллах, субханаму ата'аля. А если успеет покаяться, в течение того времени, когда покаяние еще принимается, а оно принимается когда? Принимается до тех пор, пока душа не подошла к горлу. Когда душа уже подойдет к горлу, смертный час, вот тогда уже покаяние не принимается от человека. И есть общее окончание для всех времени покаяния, это когда солнце взойдет перед судным днем не с востока, а с запада. Не с обычного места. Выйдет из запада. Вот тогда вот уже будет поздно каяться. Тогда Аллах, субханаму ата'алю, не принимает ни от кого веру, покаяние, раскаяние. Если человек успел покаяться, Аллах принимает покаяние. Принимает покаяние, какой бы это ни был ширк, большой или малый. Покаялся, Аллах принял. Если человек не покаялся, то за большой ширк мы сказали, что? Вечный ад и отсутствие прощения от Аллах, субханаму ата'алю. Что касается малого ширка, ас-ширкуль ас-гар, то за него человек будет наказан, если он не покаялся и умер, не покаявшись. Человек будет наказан в том мире, в вечном мире. Будет наказан по степени и в меру своего ширка. Это о чем мы сейчас говорим? О малом ширке. Умер человек, не покаявшись в нем, в малом ширке, будет наказан по степени и в меру своего ширка. А уже потом, после этого наказания, войдет в рай, то есть не останется в аду навсегда, в отличие от того, кто совершил большой ширк. И затем автор, как всегда, приводит что? Далей. Приводит доказательства. Доказательства чего? Что самый главный приказ, самый важный приказ, величайшее повеление Аллаха это таухид, наоборот, самый строгий, важный запрет, величайший запрет, это что? Запрет на шерк. Приводит, рахмалу атеаля, довод. Довод из Курана, из суры Ниса. Какой довод? Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте Ему ничего, сотоварищи. Поклоняйтесь Аллаху. Это приказ? Приказ. Приказ чего? На что приказ? Таухид. Почему? Мы сказали с вами слова Ибн Аббаса. Всякое поклонение в Куране это что? Это таухид. Урабуд Аллаха. То есть исповедуйте Единобожие, поклоняйтесь только Аллаху, посвящайте только Ему все виды поклонения, никому больше. Урабуд Аллаха. Так это приказ на таухид. Уаля ту шрику бегище и аа. И не предавайте Ему ничего, сотоварищи. Это запрет на что? Запрет на шерк, на многобожие. На прошлом занятии мы говорили с вами, что слова в арабском языке, могут находиться в определенном состоянии и в неопределенном состоянии. Определенное состояние, когда есть артикль Аль. Хорошо, неопределенное, когда нет артикля. Китаб и Аль-Китаб. Вы помните. Так вот здесь. Урабуд Аллаха. Поклоняйтесь Аллаху. Уаля ту шрику беги чей-ан. Шей. Слово шей. Вещь. Вещь. Шей. По-арабски. Накера или ма'рифа? В определенном состоянии или неопределенном состоянии? Неопределенном. Нет ащей. Нет Аль здесь. Хорошо. В контексте, мы говорили с вами, если слово в неопределенном состоянии находится в контексте чего? Отрицание. Отрицание. Или запрета. Или запрета. То оно дает значение чего? Всеобщность. Обобщенное значение. Уаля ту шрику беги шей-ан. Ничего. То есть обобщается все здесь. Ничего нельзя предаваться товарищу Аллаху поклонения. Ангелы ли это? Пророки ли это? Святые ли это? Угодники ли это? Солнце ли это? Деревья ли это? Что бы ни было. Звезды. Что бы ни было. Не предавайте Аллаху это в сотоварищи. То есть не поклоняйтесь этому наряду с Аллахом субханаму ата'аля. Это раздел какой в книге? Третий раздел. Третий раздел книги. Почему мы изучаем Единобожие? Мы с вами изучили в этом вопросе. Вспомнили. Почему мы изучаем Единобожие? Мы сказали, что автор во всех своих книгах поднимает этот вопрос. Почему? Потому что много тех, кто не согласен с этим, которые борются с этим призывом Аллаху на Ваджама. Верно? Далее мы разобрали с вами вопрос, что такое ханифия. Мы сказали языковой источник этого слова. Что это значит? Ханиф, то есть отклонившаяся. Ханифия, мы сказали, это религия, отклонившаяся от мукбель, устремленный к чему? К тавхиду. Это ханиф. И затем мы с вами привели довод об Ибрагиме, алейси салам, о том, что он был ханифом и не был многобожником. А после этого мы сказали с вами, какой самый главный приказ в Куране, какой самый главный запрет Аллаха, и привели доводы на этой суре Аль-Миса. Кроме того, был приведен нами довод на цель создания динов и людей. Автор сказал, что ради этого, ради ханифия, Аллах создал людей, и это он им приказал, и был приведен довод из суры, какой? Аль-Ар-Яд, какой довод? Я создал динов и людей, только для того, чтобы они мне поклонялись. Аль-Ар-Яд, какой довод? Аль-Ар-Яд.